Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день Павел Михно. И сегодня я, как всегда, спешу познакомить вас с занимательными фактами. Это программа Фрэш Новости, и мы начинаем. Сегодня на территории Гомельщины ожидается сплошная облачность без осадков. Воздух прогреется до 5 градусов выше нуля. Ветер будет с северного направления скоростью до 7 метров в секунду. Европейская группа ученых провела эксперимент с участием около 9 тысяч добровольцев, прежде чем назвала спорт, который эффективнее всего продлевает человеческую жизнь. Речь идет о теннисе. Эксперты отметили, что он оставил позади езду на велосипеде, бег трусцой и даже плавание. Анализ полученных данных показал, теннисисты живут в среднем на 9,5 лет дольше других спортсменов. Во время исследования ученые обращали внимание на здоровье и физическую активность добровольцев, уровень их натренированности. Оказалось, люди, ограничивающие себя в физкультурных упражнениях, автоматически укорачивают себе жизнь. Это еще раз говорит о необходимости регулярно заниматься спортом. Сегодня наш фитнес-инструктор познакомит вас с очередным эффективным упражнением, которое точно будет вам полезным. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня продемонстрирую вам упражнение под названием «Бурпи», которое отлично прокачает все ваше тело. Его можно использовать как в разминке, и так в основной вашей тренировке. Мы начинаем с хорошего крепкого приседа. Ставим руки в пол, прыгаем в планку, отжимаемся в пол, поднимаемся в планку, прыгаем в присед, спина ровная и бодро выпрыгиваем наверх. Повторяем. Прыгнули, отжались, наверх. Это упражнение прекрасно прокачает все ваше тело. Не забывайте глубоко дышать, на усилии, на любых прыжках делать выдох. Если вы чувствуете, что не можете выполнить 10 раз, делайте меньше. Можете сделать 2 по 5 с периодами на отдых. Всего доброго! В марте в городе Гомеле проходит информационно-образовательная акция по профилактике болезни системы кровообращения. Уже сегодня жители города смогут обратиться за консультацией к специалистам с 14 до 16 часов в универмаге Гомель по адресу улица Советская, 60. Специалисты проведут измерения артериального давления и индивидуальные консультации по вопросам профилактики болезни системы кровообращения, здоровому питанию и достаточной двигательной активности. Будет рассчитываться индекс массы тела и проводиться обучение навыкам измерения артериального давления. Сегодня в Международный день театра. В фойе второго этажа Гомельского областного драматического театра в 13.30 откроется выставка работ призеров Международного фотоконкурса театральной фотографии. Театр в фотообъективе 2018. Вход свободный. Около 200 участников соберет в Гомеле третий областной турнир по робототехнике «Робо-квест». Он пройдет завтра на базе Дворца легкой атлетики. Всем участникам и гостям организаторы обещают яркие впечатления и эмоции. Программой турнира также запланированы выставка робототехники, развлекательные и познавательные мероприятия. В Беларуси стартуют областные этапы республиканского конкурса «Грации» и артистического мастерства «Королева весна-2019». В Гомеле конкурс пройдет 11 апреля. Девушкам предстоит проявить таланты в артистическом мастерстве, творческих конкурсах и дефиле. Победительницы и призеры областных этапов смогут поучаствовать в квалификационном отборе на республиканский финал. Завтра в 11 часов в Центральной городской библиотеке имени Герцена состоится финал 13-го ежегодного городского конкурса «Лучший читатель детских книг», приуроченного к Международному дню детской книги. Конкурс по традиции завершит неделю детской и юношеской книги, которая проходила в городских библиотеках в дни весенних каникул. Уже состоялись литературные поединки, на которых были определены 11 самых начитанных ребят по итогам 2018 года. Именно они и будут бороться за звание лучшего читателя города над СОЖем. Ребятам предстоит продемонстрировать свою эрудицию, начитанность, артистичность в трех литературных конкурсах, среди которых конкурсы на знания содержания литературных произведений, реклама книги и домашнее задание. Оценивать участников финала будет компетентное жюри под председательством писателя и драматурга Василия Юрьевича Ткачева. Четвертый год продолжает свое развитие культурно-информационный проект «Гомель в лицах», который был задуман как форма живого общения с известными гомельчанами, чьи имена вызывают чувство гордости, уважения и являются ориентирами в становлении личности. Сегодня состоится встреча с автором многочисленных книг, публикаций и выступлений на нравственно-богословские темы, архимандритом, насельником Свято-Никольского монастыря города Гомеля, отцом Савой. Встреча приурочена ко дню православной книги. 13 и 14 апреля в Беларуси в десятый раз пройдет фестиваль экскурсоводов, который приурочен к Международному дню памятников и исторических мест. В эти дни все желающие смогут поучаствовать в бесплатных экскурсиях по всей стране, а также совершить путешествия по белорусским местам за границей. Организаторами мероприятия выступают Белорусский комитет Международного совета по памятникам и местам, Общественное объединение, Белорусский фонд культуры и Национальное агентство по туризму. Программа всех экскурсий будет доступна 7 апреля и с этого же числа начнется регистрация. В Гомеле проводится профилактическая акция под названием «Фликер вместо проездного». Во время акции учащиеся с 1 по 4 классы при предъявлении водителю маршрутного такси «Фликера» будут ездить бесплатно. Мероприятие проводится с целью популяризации использования световозвращающих элементов в темное время суток, а также профилактики детского наружно-транспортного травматизма. Индийский мистик Джаги Васудев растолковал, почему не рекомендуется спать головой на север. Оказалось, распространенная теория о гигиене сна вовсе не связана с законами фэн-шуй, а опирается на магнитное поле Земли. Сон головой на север считает специалист противоречий человеческой физиологии. Сердце находится в верхней части тела, следовательно, качать кровь вниз ему намного легче, благодаря законам гравитации. Эксперт напомнил, главным компонентом крови является железо. Когда мы спим, ориентируя голову на север, магнитное притяжение становится сильнее, следовательно, усиливается давление на мозг. В результате человек может ощущать тревожность и раздражительность, жаловаться на плохую циркуляцию крови и повышенное артериальное давление. В итоге, чем дольше человек спит головой на север, тем сильнее воздействует на него магнитное поле Земли. Такая закономерность нередко негативно отражается на самочувствии. Американские исследователи проанализировали здоровье более тысячи супругов в возрасте от 57 до 80 лет и пришли к неожиданному выводу. Хорошие отношения в браке повышают у мужчин риск развития диабета. Специалисты Университета штата Мичиган проводили научные изыскания в течение пяти лет. В результате эксперты определили, что 389 добровольцев страдают диабетом. Дополнительный психотерапевтический анализ показал, крепкие семейные отношения идут на пользу женскому здоровью. Участницы исследования, которые были счастливы в браке, болели диабетом реже, в то время как в контрольной группе мужчин наблюдалась обратная тенденция. Эксперты увидели причину такой ситуации в чрезмерной женской опеке. Многие жены усиленно занимаются улучшением образа жизни своих мужей, что вводит последних в состояние стресса, а хроническое раздражение провоцирует диабет. Сегодня разговор в программе «Добрый вечер, Гомель» пойдет о малой родине. Включайте телеканал «Белорусский Телегомель» в 2025, телефон в студии 34 22 43. Также ищите нашу группу «Добрый вечер, Гомель» ВКонтакте и подключайтесь к нам в Вайбер по телефону «Плюс» 375 33 34 22 430. Это были Фрэш-новости. Для вас я готовил Павел Михно. И помните, доброе утро приносит добрый день.